Вот такие вот перегородки у меня тут получаются. Вот так ДСП я копшиваю. Это вот кочегарка, дверь в кочегарку у меня здесь будет. И стеночка в кочегарку. Собираются очень легко и быстро. Я вот саморезом вот отсюда вот так вот сбоку под углом закручиваю. И все, по одному саморезику, в принципе, она такую горизонтальную нагрузку будет держать. Ну и вверху я так же вот, наискосок раз, так вот вкручиваю. Сейчас ДСП стены обошью. ДСП вот это вот у меня закончится. И дальше я планирую сделать разводку воды, чтобы здесь была вода. И слив сделать, то есть я смогу здесь как бы вот эту и комнату вот эту занимать уже как-то, что-то сюда ложить, какие-то вещи, потому что нам тут опять шкафы какие-то волшебные отдали. У нас тут вот одни шкафы кухонные. Теперь вот еще вот такой вот шкафчик отдали нам. И, в общем, так закрабождаемся потихонечку. Не успевая строить уже, еще мебелью обзаводимся. Это вот в прихожке можно будет поставить дверки, обе с него снять. Будет такая ниша типа шкаф-купе бесплатный. Ну вот, получается вот такие вот на выходе у меня стены в готовом виде. В принципе, то есть потом я буду сюда, скорее всего, клеить обои. Вот, получается довольно-таки крепкие. Сейчас я буду это продолжать делать. Вот, тут все загромождено. Конечно, тяжело все это дается. Времени вообще ограничено с этим. Такая большая проблема. Ну, это вот проблема сейчас у всех. Сейчас время такое, что времени у всех нет. Вот, поэтому нет, нечего на это жаловаться. Приходится ставить приоритеты и что-то делать. Что вперед, что скорее, что вот. Вот, в общем, вот так вот. Ну, а мы продолжаем. Божечки-то мой, никогда бы я не подумал, что я мог так захламить. Ничего лишнего. А тут уголь. Там трубы канализационные лежат. Тут печка. На печке тоже бумага. Вот у нас кухонный гарнитур, да, стоит. Тут кухонный гарнитур, но... Шкаф-качегарка. Шкаф-качегарка. А тут коридор. Ты, в общем, это, короче, это не мусор. Это все здесь аккуратно уложено. Шкаф-коридор, ну, и, в общем... В общем, все это так усложняется и усложняется. Приходится все переносить с места на место, потому что вещами уже как бы обзавелись. Вот у нас мусорное ведро. Вот там мусор лежит. Это да, вот мы туда вот складываем. Ну, там будет туалет. Сейчас я просто говорю, что это вроде как не мусор. Тут просто кордон стоит. Чистый. Для всяких нужд. ДВП. И все разберется. А, вот. То есть вот супруга говорит, что если... Да, постелем на... На кухне вот здесь-то в прихожке пол. То есть вот это вот ДВП изработаем, получается. И ДСП изработаем, да. И, в общем-то, у нас появится большой кусок места, с которым можно будет работать. Что-то сюда тоже поставить опять. Ну, то есть разгрузить другие комнаты, чтобы вот в это вот место что-то поставить, какие-то шкафы. Потому что вот он у нас зал. И в зале у нас тут тоже вот тумбочки. Ну, вот холодильник стоит. Тумбочки, диван, кресло, утеплитель тоже. О, вот так вот все это выглядит. И вот можно будет это тогда хоть как-то каким-то образом расставить. Ничего лишнего, как говорится, да? Все нужно вроде бы, но все стоит не на своих местах. И поэтому возникают определенные затруднения. Все, пошли. Вот такой вот процесс. Несложный. Сейчас он будет перебивать тоже, да? Так, я. Так, я. Так, я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот строили, строили мы домик и получили вот такую посылку. Посылка пришла от нашего подписчика и очень хорошего знакомого. Это Алекс, у него есть свой канал, сам себе строитель называется. Он решил выслать вот такую нам посылку с Германии, за что очень большое спасибо. Нам очень приятно. Посылка очень такая тяжелая, увесистая, и нам не терпится посмотреть, что же в ней внутри. И на своем канале он строит баню из арбалита в Германии, и скоро он ее уже запустит. Дело в том, что многие спрашивают, можно ли построить баню из арбалита или запилкой бетона, и как она будет себя вести. Вот скоро мы уже узнаем на его канале, который называется Сам себе строитель. Алекс, большой тебе привет! Спасибо, сейчас мы вскроем, посмотрим. Ты уже нам присылала одну посылку, за что тебе большое спасибо. И вот ты выслал нам еще одну посылку. Оп! Новогодняя посылка! Это приятный аромат. Запах конфет, однако, да, чувствуется? Аромат. Да, конфеты. В ответ на эту посылку я Алису уже выслал своего сибирского меда настоящего. Он должен сейчас приехать в Россию. Чехлы для одежды. Так, тут все пусто. Но конфетками опять пахнет. Так, это подписывать эти чехлы. Это стикеры, наверное, да? Вот такой чехол для одежды, да, который с отверстием. В это отверстие видно, что здесь внутри висит. Вот такой чехол. Да. Смотри, он широкий, видишь? А здесь вот две шелков. Раз. Хоп. Классно, спасибо большое за такой чехол. Так, ну а мы идем дальше. Это еще... Ха-ха-ха. А мы... Будем отслать. Ну я думаю, что это он же, да. А мы один поделили, кто будет в него... Что-то складывать. А нам четыре. Спасибо большое, Алис. Привет. Наши семью. В твоей семье, да. Мы так поняли, что здесь тоже. А мы один делились. Так, ну что ж, теперь мы приступаем. Мои любимые перчатки. Кстати, в этих перчатках сколько? Три года? Я проходил в этих перчатках. Да, он мне высылал две пары. И я проходил в них, да, три года практически. Наверное, два или три года. Мы искали их здесь. Мы искали здесь такие перчатки. На сайте нашли, да. Стоят такие перчатки 600 рублей, ребята. Папа, теперь теперь... Но еще не факт, что они такие же. Еще не факт, да. Нет, ну в принципе тоже самое. Макрофликс. Такой же номер я находил. Ой, вообще крутые перчатки. Износу им нет. Вообще износу нет. Сейчас все придется в доме красить. То есть вот такие вот перчатки придется, наверное, одевать для покраски. Обалденные вообще тоже перчатки. Мягкие такие. А вот в этих перчатках я таскаю улики вамшанник. Вот тоже две пары высылал мне. Я еще все таскаю в них улики вамшанник. Они обе пары у меня хранятся. Маленько замарались, конечно. Ну, спасибо большое. Теперь, однако, что-то много тут пар перчаток. Давай посчитаем. Ой, много, в общем, перчаток. В общем, на всю семью перчаток... Ни фига себе! Сладости! Хуба-буба! Вот это да! Ну, это даже я, наверное, не буду разбирать. Это теперь ребятишки будут разбирать, да? Настоящие германские сладости. Спасибо огромное. Еще перчатки есть. Еще перчатки. Вау! А это какие-то батончики-бананчики. А это у вас есть. Вот это да! Вот это глюкоза. Глюкоза. Смотри, что тут творится, да? Глюкоза. Это что такое? У нас даже на Новый год так не бывает. Это ванилин. Ого! Настоящий германский ванилин. Ммм! Собачки! О, смотри, какие красивые перчатки! Конфект это детям, а перчатки, смотри. Смотри, какие они материалы, какие классные. Они, по-моему, какие-то интересные. Да. Они, по-моему, тоже какие-то супер дышащие и супер крепкие. Я такие здесь. Здесь такие перчатки я не в одном магазине, хотя я одевался. Хоть я и покупал одежду в спецодежде, но таких перчаток я здесь просто не видел в продаже в нашем городе Бийске. Они такие явно. Таких перчаток такого качества я просто не видел. Я говорю, что зашел и хотел те перчатки купить, но я не нашел. Спасибо огромное за перчатки. Это просто супер. Да, Олег. Андрей, посмотри, что у тебя там. Да вообще круто такое. Я бы хотела такое сделать на день рождения, подарок. Ничего себе, это набор мастера. Вообще. Вот это да. Спасибо большое за набор. Классный, класснейший набор. Тут, в общем, отвертки такие, которые прямо на каждый день. Да, я мечтал, конечно, о таком наборе. Спасибо большое. Папа, а тут чуть-чуть осталось еще. Электронная линейка. Даже ребенок разобрался, что это электронная какая-то линейка. Вот, и конфеты, еще много конфет всяких, да? Так, а это что, еще чехол? Да, это еще чехол. А, это чехолами уложили, чтобы ничего не сломалось, да, не раздевать. Давайте посмотрим, что это за электронная линейка. Наверное, целую две штуки. Вот теперь я жалею, что не учил в школе иностранные языки, да, германские, английские. Надо все учить. Все языки, вот видишь, все написано по-английски. Смотри, какая крутая линейка. Вот я ее включу. Обалдеть. Это угол. Он показывает, какой ты открыл угол. Смотри. Смотри, сейчас будет 90 ровно. 90 градусов. Смотрите. 93, 92. Вот 90. Обалдеть, это электронный угол. Я даже не знал, что такие вообще бывают. Электронные углы. О, ровно сейчас. Смотри, электронный угол, а здесь, смотри, еще есть зеро. То есть это можно взять за ноль, допустим, если тебе надо прибавить, допустим, 20 градусов. Ты нажимаешь ноль, и все, это у тебя ноль. И теперь прибавляешь 20 градусов, например. Вот. А если ты хочешь сбросить, ты вот так вот опять складываешь их вместе и нажимаешь зеро. Все, вот он у тебя опять ноль. Вот 180 градусов. Смотри, как сделать 180 градусов. 180. То есть вот так вот ставишь сюда. А видно тебе? Мне не видно, но я поставил. И вот ровно 180. Видал? Обалдеть вообще. Значит, для тебя, папа, пол. Ровный пол. Значит, ровный пол. Теперь давайте откроем и посмотрим этот чудесный набор. У меня был день рождения, да, на днях. Кстати, он в тот раз тоже присылал мне практически на день рождения посылку. Да. Щелк-щелк. И... Та-да-да. Та-да-да. Смотри, здесь всякие вот наборы. Что наоборот. Обалдеть. Вот маленьких отверток только у меня не было. А то тебе и шестигранные, и большие настоящие отвертки. Посмотри, какая отвертка. А? Вот так вот остается. Раз. О, какая отвертка. Видишь, как крепко держится. Обалдеть. С таким набором хоть куда теперь, да? Теперь и папу можно будет чинить. Папу? Ну да. Вот это вот, смотри. Когда ты крутишь, вот так поставил, и вот так раз, раз, ну вот так. Боже мой. Да. Чик-чик-чик. Чтобы не так вот, чтобы все ей вот так вот не крутить. Ты допустим, я поставил и вот так вот раз кручил. Видишь, так? А-а-а. Ничего себе, какая огромная отвертища. Смотри. Вот шкаф сейчас разбирать И вот это вот как раз отвертка широкая, видишь? Итого много-много перчаток И очень много сладостей А, еще здесь что ли сладости у вас? А вы что их прячете-то? Не прячем Прячете, сладости спрятали Хуба-хуба Это жевательная изолента Изолента? Да Ну что ж, такой посылки нам никто еще ни разу не насылал Огромный, спасибо тебе большое, Алекс Привет твоей семье Желаю успехов тебе в жизни Настройки, здоровья Чтобы все у тебя удавалось, чтобы все было хорошо Чтобы все складывалось, как ты задумываешься Я понимаю, что у тебя очень много всяких головняков Как говорится, очень много всяких дел Поэтому желаю тебе от всей души От нашей семьи огромного успеха Желаю тебе успехов с продвижением твоего канала Снимай видеоролики интересные Потому что в Германии там много на что интересно посмотреть Мы периодически заходим на твой канал Тоже смотрим Поэтому спасибо большое за сладость И с удовольствием попьем чай Угостим всех соседей, как говорится Каждому по конфетке дадим По-германской, по-настоящей Всем родственникам Вот Ну а мы продолжаем строительство нашего домика Да, кому будет интересно Обязательно посетите сайт Алекса Который называется Сам себе строитель Получается? Получается? Я хорошо работаю Ты хорошо работаешь? Да Очень? Ну вот, начинаем делать разводку воды по дому Холодную, горячую Я хочу сделать так, чтобы Напор в системе не терялся Просто у меня будет 4 контура Как бы вот там будет туалет с раковиной Будет кочегарка Будет ванная комната И будет кухня И я хочу, чтобы во все эти 4 места Шла вода как бы От начала Чтобы когда ты открываешь воду Допустим в туалете И в кочегарке, к примеру Там котел набираешь Да, чтобы на кухне напор не терялся Чтобы это было ни одной другой сделано Просто у меня входящий 25-й Напор хороший И сделать мне нужно здесь 4 стояка То есть как бы сразу от крана Я сначала хотел металлические набирать А потом в магазине подумал Что можно все-таки пропиленовый взять Получается намного дешевле Ну и сразу хочу сказать Что я уже начал как бы паять И уже разводку холодной воды я сделал Стал я делать полипропиленовый Как бы не хотел с ним связываться Что-то я давно уже не паял Я вот как отопление спаял Больше не связывался Что-то побаивался маленько Но в итоге оказалось Что все очень быстро Легко собирается Я буквально за полдня Эти трубы собрал Вот давай сейчас покажу Мне самого-то тут ничего не видно Так Вот они трубы здесь Вот они уголочечки уже тут Вот там труба Туда уходит одна Вот И пошли вот так вот они Потом я их подвяжу К бруску Вот сюда вот Я их вот так вот притяну На обычные подвесы Вот Так вот выглядит счетчик Он уже опломбированный Вот она пломбочка стоит Перед ним ставится фильтр Перед ним опять же ставится кран Ну и вот подходит у меня вода И уходит вот туда вот В землю От нее я сразу сделал вот такой вот уголок И к этому уголку я сейчас Раз, два, три, четыре Буду треугольника делать А в конце треугольника я сделаю просто выход трубы И на выход трубы сделаю заглушку Мало ли вдруг мне еще здесь надо будет запитать какой-то контур Допустим Кран перекрыл Заглушку отрезал допустим Заглушка стоит четыре рубля Вставил тройник К нему присоединил контур Вывел трубу опять И опять заглушечку С полипропиленом как оказалось Очень легко и удобно работать Вот Сейчас я закончу здесь с водой И приступлю уже варить отопление Дел я максимальную температуру Триста градусов Вот такой вот у меня паяльник Кому интересно Ставр Мощность 2000 ватт Аппарат для сварки пластиковых труб Очень горячий Уже нагрелся Сейчас я буду делать свой супер-пупер тройник На максимальной мощности я делаю так Что я просто проворачивать вот так вот нельзя Крутить трубы Но так маленько пошевеливать можно То есть я вставляю до конца И этого времени уже хватает То есть достаточно мощный кипятильник Этого времени уже хватает То есть я вынимаю И тогда спаиваю И нормально получается паять Все Припой готов Это 20 размер труб Маленький достаточно Вот Теперь я вот так вот одеваю Одел Снимаю И вставляю тройник Все Супруга в восторге Помогала мне варить Ей очень понравилось Будем наниматься Наверное со временем Да Пластик говорит Такая классная штука Раз и сварил Раз и сварил Раз и сварил Будем надеяться Что ничего не потечет Вроде так все плотно получается То тонкие трубы Они хорошо варятся Конечно То с толстыми посложнее Все готово Да Как мы варим Там отопление Тут ребятишки Технику усилили Ну круто ребята Будете стройматериалы возить Да Помогать нам Вот такая вот картинка Получается Вот они трубы Туда пошли Холодная горячая Сюда пошли Холодная горячая И вот сюда пошли Холодная горячая Все ровненько Аккуратненько Паяется быстро Удобно Опыта у меня Никакого практически нет Кроме того Что я Два года назад Спаял Вот это вот Временное отопление Больше я ничего нигде не паял Получается Очень быстро Легко Так что в принципе Рекомендую Хотя я даже Кстати Боялся Паять И взял Вот эту Гибкую трубу Металлопластика Но это получается Намного дороже Металлические соединения Намного дороже Вот такой вот Переходник Не помню Порядка 12 рублей А уголок Вот такой Вообще 6 или 4 рубля О, эта труба Я не помню Сколько метров Стоит Ну тоже недорого Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова